Привет всем! Сегодня мы будем посынковать томаты. У нас сегодня 20 июня. Вот у нас кустики Cherry Start Gold. Вот такие уже большие. Мы их ведем в два ствола. И сегодня будем посынковать. Посынкуем мы каждую неделю. Обычно это воскресенье. И что мы делаем для начала? Для начала мы смотрим, нет ли паросли внизу. Если она есть, то тут была паросль. Тут не видно, конечно. Хотя вот я откопал паросль. Ее срезаем в первую очередь. Срезаем все на пенечек. Оставляем пенечек полсантиметра-сантиметра, для того, чтобы он лучше подсыхал. Срезанное мы не выбрасываем, а аккуратно складываем и выносим потом с огорода. Вот так вот мы ведем, надеюсь, будет хорошо видно, в два ствола. То есть мы оставили самый первый пасынок под первой кистью. Это он обычно самый мощный. И оставили. Но все остальные пасынки срезаем. Если мы ввели бы другие томаты в один ствол, то есть все-все, этот пасынок тоже бы убирался бы. И мы просто ведем его в один ствол. Почему черри эти мы ведем в два ствола? Потому что очень мощные. Они успевают до конца сезона дорасти до двух метров. Причем это два ствола на поле. То есть это даже не теплица. Это поле открытое. То есть условия тут довольно-таки тяжелые. И ветровая нагрузка, и солнце. И они, тем не менее, дорастают до двух метров шпалеры. И перерастают ее. Смотрим пасынки. И срезаем. Можно использовать садовые ножницы. Можно использовать канцелярский нож. То есть, что вам удобно, тем и пользуйтесь. Можно даже прищипывать. Но такие, конечно, уже мощные. Прищипывать неудобно. Мы их просто срезаем, оставляя пенечек. Желательно это делать все в первой половине дня. Для чего? Для того, чтобы это успело все за день подсохнуть. А еще лучше совместить это пасынкование с обработкой. То есть сегодня, например, буду опрыскивать хомом препарат на основе меди. И как раз все томаты сегодня мы пропасынковали. И вот второй тоже. Кроме этого, при пасынковании сразу идет и подвязка. У нас натянут синтетический шпагат. И мы обкручиваем все томаты в одну сторону. Вот маленькие, надеюсь, будет видно. Вот маленький пасынок. Его можно просто прищипить. Почему я не отламываю? Для того, чтобы, если вы выламываете, во-первых, ранка возле основного ствола. И через эту открытую ранку могут пробраться заболевания томатов. И еще при выламывании полностью, отсюда еще бывает, лезут другие пасынки. Особенно если хорошие условия у томатов лезут со всех щелей эти пасынки. И все. И мы обматываем вокруг нашего жгута. Все. Вот у нас уже, кстати, первая кисть уже начала завязываться. Маленький помидорчик уже есть. Постепенно, каждую неделю подвязываем, обматываем. Следим за томатами. Кстати, и не забываем срезать нижние листья. Особенно если на них вот уже первые признаки болезни. То же самое. Срезаем на пенек. Чтобы оно подсохло. Ну и еще лучше в этот же день обработать. Всем пока. А мы будем продолжать. Счастливо. 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 Счастливо.